Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Гермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет развития с выполнением всех социальных обязательств. Сегодня состоялось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Депутаты, члены Кабинета министров, главы муниципалитетов, общественники обсудили предварительные итоги социально-экономического развития региона, а также рассмотрели бюджет на 2024 и период 2025 и 2026 годов. Какие доходы и расходы запланировали и на чем сосредоточить поддержку, расскажет Светлана Кудрявцева. Проект бюджета на ближайшие три года рассмотрели на расширенном заседании правительства. Документ ориентирован на сохранение финансовой устойчивости региона. Приоритетом являются расходы на исполнение всех социальных обязательств и решение важнейших стратегических задач. Основополагающая задача, которая стоит перед каждым из нас – всемирное содействовать успеху специальной военной операции. Успехи на передовой, немыслимой, без опоры на крепкий тыл, надежную экономику, современное технологическое развитие, на создание новых передовых производств. Экономика Самарской области сегодня в десятке ведущих экономик страны. Реализуются крупные инвестпроекты, растет число занятых в МСП, увеличиваются зарплаты. При этом в регионе модернизируется инфраструктура, обновляются учреждения культуры и спорта, строятся новые детсады, школы, медучреждения. В 2024 году планируется открыть поликлиническое отделение для жителей пятой просеки в освободившихся помещениях Самарской областной детской инфекционной больницы. Решение вопроса обеспечения доступности первичной медицинской помощи для самарцев, живущих в этом районе, предложил главный врач детской инфекционной больницы Сергей Китайчик. Это отметил на заседании глава региона. Хороший пример государственного подхода. Высвозились в помещение, не стал Сергей Михайлович в них вцепляться, и что-то придумывать, что там сделать, что не особо надо. Передал, и сейчас решаем по поликлиническому звену. Все достигнутые показатели важно не только сохранить, но и увеличить. Правительство Самарской области делает все для того, чтобы сохранить вот эту традицию выделения денег на социальные нужды. То есть это социально направленный такой бюджет, которым предусмотрено буквально все. Это и поддержка, мы услышали, семьям с детьми, это и поддержка беременным, и строительство новых поликлиник и больниц. Это улучшение качества жизни каждого нашего жителя Самарской области. Очень рады тому, что сохранятся все позиции, которые были начаты в этом году, обязательно найдут свое завершение на следующий год. В бюджете региона на следующий год запланировано более 228 миллиардов рублей доходов и свыше 247 миллиардов рублей расходов. Документ прошел так называемое нулевое чтение, его единогласно приняли. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Социальную поддержку отдельных категорий граждан обсудили на еженедельном совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Главной темой стало улучшение жилищных условий детей-сирот, многодетных и молодых семей и тех, кто проживает в зданиях, признанных аварийными. Андрей Горгуленко подробнее. В этом году за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов планируется улучшить жилищные условия 250 семей, в их числе ветераны и участники Великой Отечественной войны, молодые и многодетные семьи и другие. Поддержка осуществляется через социальные выплаты. 243 адресата, деньги уже получили. В том числе и две многодетные семьи, которые смогли приобрести просторное и комфортное жилье благодаря программе «Самара социальная», которую инициировала глава города Елена Лапушкина. Размер социальной выплаты на покупку жилого помещения рассчитывается индивидуально, исходя из состава многодетной семьи, исходя из жилого помещения, которое у них уже имеется. В течение года две новые семьи у нас получили жилье. Информацию об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставил руководитель Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков. Он сообщил, что сейчас заключены муниципальные контракты на приобретение 153 жилых помещений. В 2017 году планируется закупить 231 жилое помещение, и на сегодняшний день они все у нас законтрактованы в полном объеме. Также в Самаре продолжается реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья. С 2011 года свои жилищные условия улучшили более 4,5 тысяч семей, в том числе 676 семей в этом году. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Бесплатно, удобно, надежно. В Самаре продолжается реализация проекта «Карта жителей региона». В 2024 году на территории области перестанут работать социальные транспортные карты, которыми пользуются льготные категории граждан. До конца текущего года всем держателям необходимо поменять их на новые карты жителей Самарской области с расширенным функционалом. О том, где их оформить и какие преимущества они дают, расскажем в сюжете. Пенсионерка Ольга Авдеева старается идти в ногу со временем. Карту жителей Самарской области оформила полгода назад по причине расширенного набора возможностей. К ней привязан полис обязательного медицинского страхования. Ее можно использовать как ключ от домофона. Однако чаще всего Ольга пользуется ей в общественном транспорте. Как проездным, так удобнее. Я очень часто пользуюсь картами, не только картой жителя. Удобно, что не надо деньги с собой возить куда-то. Достаточно иметь карту, везде расплачиваться ею. Я люблю картами пользоваться. И это правда. Ведь карта жителя Самарской области – это полноценный банковский инструмент. Она выпускается на базе платежной системы «Мир». Держатель карты жителя может рассчитывать на скидки в местных магазинах, аптеках, учреждениях культуры и спорта, а также участвовать в программах лояльности компаний-партнеров. И это далеко не все преимущества. Со временем их список будет только расти. С января этого года в регионы больше не выпускаются социальные небанковские транспортные карты. И весь функционал перенесен на карту жителя. Поэтому напоминаю, что до конца года, до 31 декабря, необходимо заменить вашу социальную небанковскую транспортную карту на карту жителя. Весь функционал будет автоматически перенесен. Заказать и получить ее просто. Можно обратиться в отделение банка или подать заявку онлайн на сайте проекта, а также оставить заявление в МФЦ. Для оформления понадобится только два документа – паспорт и СНИЛС. Если вы имеете право на льготный проезд, то об этом необходимо заявить при оформлении карты и предоставить документы, подтверждающие право на получение социальной услуги. Карту изготовят в течение двух недель. Перед тем, как начать пользоваться льготным проездом, ее необходимо активировать. Эксперты говорят, если еще не оформили, нужно поторопиться. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. В Самарской области прошел масштабный профилактический рейд сотрудников госавтоинспекции. На дороге областного центра вышел практически весь личный состав городского ведомства. Вместе с сотрудниками полиции в рейд отправилась съемочная группа событий. За мнение нашего региона, товарищ полковник, личный состав Самарского гонизона построен в проведении профилактического мероприятия правопорядок. Построение и инструктаж прошли во всех подразделениях полиции Самарской области. В пятницу в регионе провели операцию правопорядок. Приняли в ней участие и сотрудники госавтоинспекции областного центра. В день масштабного профилактического рейда на улицах города плотность снарядов госавтоинспекции была максимально увеличена. Сотрудники ГАИ проверяли документы, особое внимание обращали на перевозку пассажиров в такси и коммерческих автобусах. С наступлением вечера пристальное внимание на водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. У нас сегодня наряды приближены в основном к большим перекресткам, к заведениям, где люди отдыхают. То есть будем работать. Практически до утра у нас наряды будут выставлены. Будем работать и пресекать нарушения. В день проведения рейда выпал первый снег. В таких условиях традиционно увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. Поэтому одной из поставленных перед личным составом задач было максимально предупреждать такие происшествия. Также сотрудники госавтоинспекции максимальное внимание уделяли досмотру автомобилей. Все автомобили, которые будут вызывать определенные вопросы, они будут досматриваться. Досматриваться с целью выявления незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотиков, беспилотных летательных аппаратов. Идет специальная военная операция. Невиски совершения терактов присутствуют. Поэтому мы тоже это учитываем. Всего за время рейда на дорогах Самары выявлено более ста нарушений правил дорожного движения. Масштабный контроль за соблюдением ПДД будет продолжен. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Сейчас трудится в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой – от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притонельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Но озеленение позже восстановят после производства всех работ. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попавших в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом, добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Я, как человек, который ежедневно пользуется общественным транспортом, вижу, что дороги города Самары очень загружены. Конечно же, метро, я считаю, будет спасением таким, да, небольшим для того, чтобы разгрузить. И люди с работы могли гораздо быстрее и комфортнее добираться до своих домов. В конце октября в России принято вспоминать о людях, ставших жертвами политических репрессий 20 века. Традиционный день памяти прошел и в Самаре, в парке Гагарина, у мемориального комплекса «Спас». Здесь собрались представители разных общественных организаций. Люди возлагали цветы, читали стихотворения, посвященные памяти репрессированных соотечественников. Подробности в нашем сюжете. Благодаря этим людям в середине 20 века на карте губернии появился город Новокуйбышевск. И была построена одна из самых крупных в Европе гидроэлектростанций – Куйбышевская ГЭС. В Самаре в день памяти жертв политических репрессий вспоминали тех, кто боролся за светлое будущее страны, но попал в жернова тоталитарного режима. Место сбора в областной столице неизменно. Мемориальный комплекс «Спас» в парке Гагарина. Каждый год 30 октября на этом месте собираются жители, дети и родственники репрессированных, чтобы возложить цветы к одноименному памятнику. Была черная полоса в жизни нашего государства, которую до сих пор не признали. Поэтому ежегодно мы напоминаем о себе, мы пытаемся все-таки отстоять свою честь и достоинство, свои права жертв политических репрессий законными путями. День памяти установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 1991 года. В Самарской области с 1992 действует ассоциация жертв политических репрессий. Она объединяет многие города региона – Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Самару и другие. Членами ассоциации являются разные общественные объединения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Ежегодно мы здесь встречаемся и проводим именно время для того, чтобы помянуть этих людей, вспомнить о них и рассказать молодому поколению о том, чтобы ни в коем случае не надо забывать историю своего государства. Какая бы правда ни была горькая, но она должна быть правдой для молодых людей, чтобы они истину знали и ни в коем случае не забывали. Посчитать точное число всех репрессированных невозможно. Как отмечают эксперты, безвинно пострадавших миллионы, а значительное число их нигде не было учтено. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Урок о дружбе и о том, что вместе можно преодолеть любые трудности. В Самарском литературном музее прошла интерактивная экскурсия по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Экскурсии проходят в музее и в будни, и по выходным по предварительной записи. Подробности в нашем сюжете. Не жизнь, а сказка. Научный сотрудник Самарского литературного музея Ксения Курдакова в усадьбе Алексея Толстого проводит интерактивную экскурсию по мотивам сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» всего месяц. Говорит, когда она была совсем маленькой, эту книгу ей подарила крестная. С тех пор Буратино стал любимым сказочным героем. Ксения рассказывает, большинство детей приходят на экскурсию, прочитав книгу. Но даже если этого не случилось, полученные впечатления наверняка вдохновят детей прочесть сказку, которая учит добру. Конечно же, она учит дружбе, взаимопомощи. И в какой-то степени учит оберегать себя и друг друга от каких-то корыстных и жестоких людей. И учит тому, что сообща, вместе люди могут противостоять злу и могут создать свой добрый общий мир. Лидия Меделяева – делица. Ее старшая дочь Даша в литературный музей на интерактивную экскурсию приходит во второй раз. Два года назад была с классом. И так много о ней рассказывала, что теперь, когда подросла младшая дочь, они пришли сюда вместе. Мне больше всего нравится это, когда мы залазим под кувшем. Потому что голос меняется. Ай, ну, золотого ключика! Совсем недавно прочитали книжку, и по свежим следам хотелось бы еще посмотреть интерактивчик. Я очень люблю такие экскурсии. Я, в принципе, люблю экскурсии. А когда они интерактивные, дети им интересны, с удовольствием, конечно. Ну и всегда хочется подкрепить прочитанные страницы, еще и события, чтобы это запечатлелось. Экскурсии по мотивам сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» в Самарском литературном музее проводят как в выходные, так и в будни по предварительной записи. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре отметили международный праздник хлеба. Его в середине прошлого века учредили организации ООН и ЮНЕСКО. Выступление детских национальных коллективов прошло на площадке Дома культуры «Заря». Подробности у корреспондентов событий. Зажигательными танцами и песнями на сцене Самарского Дома культуры «Заря» отметили праздник хлеба. Перед зрителями выступали творческие коллективы с номерами из репертуара народов разных национальностей, проживающих в Самарской области. Мы приехали с номером самарских татар. Это в основном дроби, которые были давно-давно уже забыты. То есть мы хотим это возродить, поэтому приехали с таким номером. Международный праздник хлеба был учрежден в октябре в 1956 году организациями ООН и ЮНЕСКО. Это было сделано в помощь голодающим в странах африканского континента. Концерт «Хлеб всему голова» был организован администрацией Самары. Одна из его задач – объединить детей разных национальностей. Они узнают традиции народов, тем самым лучше познавая окружающий нас многонациональный социум, социум многонациональной Самары. И именно это позволяет нам лучше узнавать тех, кто живет с нами рядом. Детям и артистам и зрителям между выступлением и коллективом ведущие рассказывали о хлебе, как тяжело он выращивается и как впервые появился в меню человека еще во времена первобытно-общинного строя. Есть у нас уже такое, что смотришь, хлеб валяется на полу или хлеб в мусорке валяется. То есть не доедают его, не бросают. Хотя это действительно продукт, который достается очень-очень тяжело. После концерта и спектакля и артистов, и гостей праздника угостили свежими булочками с маком. Подобные праздники, посвященные хлебу, в Самаре устраивают каждый год. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Мы разные, но мы вместе. Под таким девизом в Самаре прошел третий семейный межнациональный конкурс «Суперневестка Самарской губернии». Десять участниц в возрасте от 18 до 50 лет представили на суд зрителей компетентного жюри творческие кулинарные способности и познакомили всех собравшихся с особенностями своей национальной культуры. Участница конкурса Адимаса Тубалиева представляет казахскую культуру. Рассказывает, к конкурсу готовились всей семьей. Вместе с сестрой шили национальный костюм, а со старшей дочкой снимали видео для конкурса рецептов. Младшие дети участвовали в подготовке творческого номера и выступили вместе с мамой на сцене. Мы справились с заданием и, в принципе, получили много положительных эмоций. Это очередной повод просто обратиться к себе, к своим корням, очередной повод нарядиться, показать себя и посмотреть, конечно, на других. Конкурс открылся танцевальным флешмобом и состоял из нескольких этапов. Дефиле в национальном костюме, творческий номер, видеорецепт национального блюда и выход в вечерних нарядах. Участницы в народных костюмах исполняли национальные танцы. Выступление оценивало компетентные жюри. Мы оцениваем по различным критериям. Это, безусловно, и внешний вид, это, безусловно, и формирование всех качеств и чувств, и патриотических, и эстетических. И мы тем самым показываем преемственность поколений нашего города. Конкурс «Суперневестка Самарской губернии» проводится в регионе в третий раз. С каждым годом интерес к нему растет, отмечают организаторы. По их словам, он дает возможность участницам не только проявить себя и показать особенности культуры своего народа, но и узнать больше о жизни представительниц других национальностей, населяющих Самарскую область. Когда на одной сцене встречаются представители разных народов, это не может не повлиять на их дальнейшую жизнь. Люди лучше узнают друг друга. Люди узнают традиции народов многонациональной Самары. Люди учатся находиться вместе, взаимодействовать и работать на благо родного города. В конкурсе «Суперневестка Самарской губернии» нет проигравших. Жюри распределило 10 номинаций между всеми участницами. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре прошли соревнования для граждан серебряного возраста. Команда молодости нашей. Участники собрались со всех районов областного центра. Лучшие спортсмены будут отстаивать честь Самары на региональных соревнованиях в 2024 году. Со спортивной площадки репортаж Светланы Тимофеевой. Капитан волейбольной команды Октябрьского района Самары Сергей Долганов до выхода на пенсию служил офицером штаба воздушно-военных сил. Он и сейчас чувствует себя в отличной спортивной форме. Старается не пропускать ни одних соревнований для людей серебряного возраста. Я себя чувствую в великолепной спортивной форме. Я успел здесь отстоять интересы Октябрьского района на забеге. А сейчас вот сразу переместился в зал. Будем здесь сейчас сражаться за интересы Октябрьского района. В эти выходные в Самаре прошли соревнования «Команда молодости нашей». По накалу страстей они не уступали соревнованиям высшей лиги. Каждый из девяти районов областного центра выставил свою команду. Всего участникам состязаний предложили испытать себя в четырех видах спорта. На стольном теннисе, легкой атлетике, волейболе и шахматах. Я очень люблю шахматы, всю жизнь играю. И поэтому я решила сыграть в этом турнире. Три очка набрала из пяти. Жалко, что с лидерами в выигрышной партии по времени проиграла. Мне, конечно, жалко. Но мои противники мастера спорта. Знаю я их не первый год. Соревнования «Команда молодости нашей» организует администрация Самары каждый год. В октябре, когда отмечается День пожилого человека. Исключением стало только время пандемии. Несмотря на возраст, отбоя от желающих участвовать в спортивных состязаниях нет. Такие соревнования – это не только выявление сильнейших. Это в первую очередь и общение, и встреча между людьми преклонного возраста. И яркий пример того, как продлить активное долголетие. Посмотрите, с каким азартом, с какой страстью, с какой жаждой победы участвуют участники соревнований. По результатам этих состязаний будет сформирована команда города, которая примет участие в областных соревнованиях в 2024 году. Всего в календаре официальных спортивных соревнований областного центра более 300 различных состязаний по более чем 60 видам спорта. Особое место в нем уделяется гражданам серебряного возраста. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самозанятым Самарской области помогут выйти на Marketplace, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области в партнерстве с одним из Marketplace впервые запускает специальную услугу для самозанятых производителей, которые хотят выйти на Marketplace, отлазить процессы работы на нем и найти новых клиентов. В программу включено обучение и пошаговое сопровождение при регистрации, заполнении профиля магазина, загрузке ассортимента и отработке первых заказов. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих представителей бизнеса. Размещение товаров на популярном Marketplace – это возможность для самозанятых найти новых клиентов, увеличить продажи и вывести свой проект на новый уровень. Администрация промышленного района Самары сообщает, что решить вопросы ЖКХ поможет сервис «Госуслуги.дом». Это быстрый и удобный помощник. В приложении возможно передавать данные по счетчикам, оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии, узнавать о плановых работах в доме, направлять обращение в управляющую организацию. И размещают ссылку, по которой можно скачать приложение. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok